Сюжеты по разным обстоятельствам стали городскими отшельниками. У них разные судьбы, но объединяет их одно. Городской центр помощи бездомным, в котором оба они нашли выход к новой нормальной жизни. Давайте пошли. Казанский вокзал. Через 15 минут в Алтайский край отправляется поезд Москва-Бийск. Бывшему столичному бездомному Владимиру Коновалову помогает с регистрацией билета волонтер благотворительного фонда милосердия. Виктор Писарев. Никогда не сталкивался, никогда не обращался за такую помощь. А оно действительно все оказалось так, и даже больше, и даже лучше. История Владимира, к сожалению, стандартная. Отработал вахту, дальше чемодан, вокзал, ремка водки на столе с неизвестными провожающими. Очнулся без вещей и документов. Спал на лавочке, скитался по Москве в поисках хлеба. Еда как бы не приготовила, как говорится. Вот чем люди добрые помогли, ну, дали, кажется, денег немного. Вот на что хватило, и с тем и питаемся. Спустя месяц Коновалов пришел в Центр помощи бездомным, где Виктор Писарев и другие волонтеры помогают обитателям улиц. Первым делом новичка накормили. Даже таких вот людей, которые к нам приходят, зачастую, которые потеряли уже человеческий обувь, все равно стараемся в них людей разглядеть и относиться к ним, как к людям. Чаще всего в Центр заглядывают, чтобы поесть, помыться и за медицинской помощью. В холода открывается пункт выдачи теплой одежды. Человек 12 сегодня стояло. Подошли вновь прибывшие. Там теплый свитер, теплые брюки. Каждому, конечно, не получилось. Потому что сейчас, в общем-то, не полный у нас комплект. Здешний стилист Константин Ильин. Он сам из таких же. В прошлом шеф-повар уволили, запил и понеслось. Вместе с волонтерами возвращает бедолагам человеческое лицо. Встречаются, я говорю, с которыми о художниках можно говорить, о писателях. Какие-то книжки обсуждают серьезные, литературные. До отправки поезда Москва-Бийск 5 минут. Благодарю за все. Главное сделано для меня. Очень вам признательно. Проводники проверяют билеты. Владимир Коновалов волнуется. Он не знает, как встретить его родину. До свидания. Надеюсь, мы встретимся как-нибудь. Дмитрий Писарев против таких встреч. Он искренне желает подопечным устроить жизнь у себя дома. И больше не попадать в трудные ситуации. Вот такая прекрасная история.